поляки заград отряды но есть информация достоверная она очень похожа на достоверную она подтверждается то у нас есть заград отряды поляков поляки не дают отступать нежелающим воевать бойцам не стреляют им по ним стреляют но это вообще-то вот уже докатились полностью до лютой жести это уничтожение народа весь сценарий войны срежиссирован извне привели именно людей которые бы в данном русле транслировали на весь народ вот какие-то принципы заставляли ради них умирать понятно что эти принципы другие люди вас окружающие никак не могут принять и вы воюете 14 года ну как 14 14 года вы убиваете людей лупите по донецку да закрываете глаза как будто этого не происходит вы убиваете вот все эти воды 14 по 22 убиваете людей восемь лет это жизнь и теперь поскольку у вас уже кончились люди которые хотели убиваться вас стимулируют другими специальными людьми подневольными поляками которые по вам стреляют это вообще мрак то есть вы не управляете своей стороной в принципе вами управляют изне и теми людьми которые вами управляют управляют изне управляет еще одни люди изне это просто дичь завязывайте ребята хотя бы задумайтесь вот просто надо об этом задуматься чтобы выйти вылезти из этого всего и казалось вроде бы все нормально сейчас уже не начала двадцатого века и не девятнадцатый век подавно уже давно распространены информационные технологии которые практически заменили собой телевидение сми и библиотеки они способствуют тому что мир потихоньку становится более открытым и понятным сейчас адекватный здравомыслящий человек уже не будет слушать бред никакого там непонятного дяди а постарается сам во всемирной сети путем анализа и сравнения сделать свой вывод о том или ином явлении или события вроде кажется сказал все прекрасно все хорошо все внятно на 20 век человек может быть сам разобраться в этом во всем все замечательно ничего подобного не может человек сам с этим разобраться он не может в этом потоке гноя выявить чистое и либо не чистое достоверно и недостоверно отфильтровать этот контент практически среднестатистическому человеку невозможно потому что столько там всего ну в плане бреда много обильно что выявить из этого что-то достоверное действительно трудно более того вам могут на поверхности не попаться достоверное материала вот вы представьте вы 118 версии строения вселенной под послушали и вам не попалась ни одной из этих 118 и допустим там ни одной достоверной версии и вы выбрали из недостоверных версий сформировали свои представления а вы потратили жизнь часть жизни вот на обработку вот этого большого потока дерьма вы потратили уйму времени не получили достоверного продукта или половину достоверного какого-то получили половину недостоверного доступ к интернету не дает возможности получить достоверные данные это необязательный фактор что человек может выбрать поэтому ребята которые с нами сейчас работают делают очень важное дело мы фильтруем поток пытаемся создать поток исключительно достоверной информации об окружающем мире но и заодно и по всем остальным направлениям включая политические процессы мы пытаемся дать только достоверный поток чтобы люди могли в этом во всем ориентироваться и не тратить время если вы рядом с нами но вам кажется что где-то что-то недостоверно то примите соболезнования вам плохо вы не смогли сосредоточиться вам кажется что что-то плохо у нас на самом деле плохо в ваше мышление мы протупили что-то упустили и вот те процессы те представления по коммунистическим идеологиям если вы верите в коммунизм если вы верите то вы зомбированы обманутый человек ваше мышление разрушена вас нас кота шоркали прямо в мозг вы травмированный человек попытайтесь без эмоции слушай что мы говорим в плане коммунистической идеологии попытайтесь это осознать это наиважнейшая часть вашей жизни понимание этих вопросов дает безопасность если вот вы понимаете что коммунизм злой вред не путать социализм социализм и коммунизм это разные вещи они никак не связаны вас обманули что этот связанные вещи если вы понимаете что коммунизм вред если вы понят ваши дети понимают что коммунизм вред значит вас на эту идеологию не поймают и не разрушат вашу государственность не превратят вас зомбированный скот вы сможете жить спокойно ваши дети смогут жить спокойно если вас обманут на эту приманку коммунистическую то тогда можно повторять по закольцованной эти ошибки разрушать свою экономику потом немножко пожить потом опять приняться разрушать свою экономику поэтому пожалуйста смотрите и вникайте и очень важно все таки это создавать достоверные информационные потоки потоки достоверной информации этим занимается канал научный трибунал сейчас мы надеемся что этим он будет заниматься и будущем что это дело когда-то не заглохнет что команда наших ребят сможет держать этот фильтр адекватный и поставлять достоверные материалы мы настоящий момент не одни вообще не они среди нас очень много людей ребят с правильным мышлением если у вас были идеи такого масштаба почему не записались на прием чиновников из рф перед любыми выборами их пруд пруди в ожидании граждан зачем спорить с академии наук если можно обратиться к чиновникам или к военным и так далее там что-то много-много-много вступуемость наших чиновников вне рамок их компетенции представляете вот у нас нет возможности в нашем обществе одержимых изобретателей вот мы живем в обществе одержимых изобретателей каждый русский человек способен что-то изобрести и способен с этой идеей достать кого угодно на свое время мы занимались тем что прошли все этапы контактов с чиновниками различного уровня и по научной части и по не научной тут даже развлекались общались министерством обороны это бессмысленное мероприятие практически потому что люди не могут это воспринимать у них нет возможности этим заниматься у нас не предусмотрено в системе вот как мы общались по науке сделали нормальную публикацию направили ее журнал нам сказали болен это публикация такого уровня что надо вам что-то на уровне вестника ран какого-нибудь работать мы направили вестник ран сибирского отделения позвонили сказали что да информация очень такая радикально поздравили я попросил вы поговорите чтобы я не один это услышал на кафедре вот да поговорили действительно все здорово найдите только академика который под этим подпишется информация очень резкая ну в результате потом несколько лет мы вступали в контакты с академиками чтобы кто-то элементарно рецензию поставил на статье чтоб ее можно было опубликовать мы не смогли вступить в контакт начало очень радостно так вот да мы здесь мы же здесь для этого же сидим мы сейчас всю ясность внесем все нормально а потом когда специалисты этим позанимались начинаются прыжки убегания такое а а сегодня мы не можем поговорить а завтра мы не можем и так далее прыжки в сторону потому что это критическая информация вот представьте когда релятивисты захватили власть вашем учреждении ну вот фашисты захватили власть и вы какую-то статью решили антифашистскую запастить опубликовать фашисты придут любую вы будете наказанным вот примерно та же самая история у нас с российской академии наук ее захватили релятивисты ни одной статьи по гравитации не релятивисткой в нашей стране не может быть опубликовано академик александр александров евгений борисович это комиссия по лженауке ран целенаправленно перенаправлял все труды по гравитации на новикова на такого есть математика псевдо ученого и писал что только релятивизм может быть опубликовано нашей стране то есть это вредитель вот академик александров евгений борисович это шарлатан мошенник вредитель в нашей стране он перенагибает все потоки только вот на это дело только релятивизм то есть другие версии его не интересует это вот надсмотрщик на на над нашим государством который издевается над нашей страной благодаря ему и вот предыдущим вот этим вот товарищем кругляков гинсбургу которые пришли вы в этот статус не благодаря своим заслугам а перехвата управления захватили российскую академию наук вот таким техническим маринером что создали вестник свой успехи физических наук уфм и создали вот эту вот настройку комиссия по борьбе со лженаукой якобы внешние агенты управляют нашей страной в результате из оборота вычленяется не только научная мысль как бы не только на уровне экспертов физиков но и на уровне всей административной настройки потому что а допустим какой-то чиновник заинтересовался вот есть технологии которые можно в россии внедрить направление этих технологий допустим полевое перемещение масс это будущее всей физики на этом будут большинство практических устройств и систем вооружения в дальнейшем построены но вы не можете в нашей стране заниматься этим направлением только потому что когда-то гинсбург потом кругляков сейчас александров перекрывают это направление и посылают всех новиковым к абстрактному математику который и вот сам занимается лженаукой это жулик это многомерный искривитель многообразный гомеоморф который сам вот запутался в этом и хочет чтобы вся страна в этих абстрактных математических заумствованиях ковырялась вот это все туда отправляется и все страна находится в полном ступоре никакие технологии у нас не могут реализовываться если чиновник какой-то заинтересовался он обращается за экспертизой ему раз нет вы что это не мы стримовское направление но никак не связано с теорией относительность это все неправильно то есть это вот просто перехват управления ваше представление если бы идеи такого масштаба не запрещались чиновнику это наивность вот вы пишете вот такие комментарии и мы были такими же наивными мы стучались в правильной двери мы общались с академией наук общались от института общались от себя все это проверено не приводит к результату считать англию вместе с холопами вот действительно представьте это всплывает один и тот же вопрос постоянно но вот пришли вы на переговоры на какие-то демократические у вас на плече сидит попугай и рядом бульдог и вот на основном три же головы да голова ваша голова бульдога и ваша голова она и голова попугая на три головы и на этом основании вы на голосование просите а давайте за троих нас считайте нас три головы именно это происходит но если канада несуверенная это холопия британская вот канадцы это юридически британские холопа они исполняют то что спецслужбы британцы трат британии транслируют на канаду они стали подготовку эту повестку транслировать британскую агрессивную по россии задолго до того как она даже прошла в сми британские это они обрабатывают информационно канаду там ну нахожусь прямом общении с канадцами и результаты их политических взглядов по этой временной перспективе как это развивалось удивляли они агрессивность получили раньше чем все остальные агрессивность по отношению к россии дальше это аккумулятор реакционной диаспоры украинской именно там она взращивается и так далее потом переносилась на украине вот агрессия пришла из канады переносилась на украину и это прямые холопы вот британские холопы это канада это холопы британские это австралия прямые холопы британские новая зеландия прямые холопы британские вот собрали на группу государств где британия и и холопы давайте мы морских котиков возьмем своих но же есть морские котики да и будем утром встать как государство ну то же самое это бессмысленно раздувание количества персон дальше в группе холопов находятся поляки это холопы британские фактически вот поляки это ручная британская сила вот пока управление поляками осуществляется через ватикан где в прямой связке находятся британия и штаты то поляки будут разменной монетой с ними разговаривают так для порядка на протяжении там второй подготовки второй мировой войны подготовки третьей мировой войны им дают указание сейчас вы будете вооружаться чтобы воевать с россией поляки вооружаются чтобы воевать с россией это когда вы не управляете своей верхней элитой когда мы ее наставили но это не юридические холопы это ситуационные холопы которые находятся в такой религиозной зависимости а канада находится в прямой юридической зависимости у нас получается глобализм британский распространяется ну практически на значительную часть вот этого мира на сша распространяется одним инструментом влияния на уровне спецслужб и клубов на канаду юридическими и систему клубов и так далее все вот эти у страны собрать это получается одна при британская холопия андрей заякин окончил физический факультет мгу ломоносова стажировка свободном университете берлина работа мюнхенском университете работа в университете перуджи италия внесли в российский список террористов вот смотрите у нас очень частая ситуация когда физик или математик начинают кидаться на власть физик или математик начинают кидаться на власть и как правило потом выясняется что это лжи физик или лжи математик то есть это подготовка таких агентов влияния поэтапно вот по по развитию россии кто кидался на власть или кто выступал с диссидентскими какими-то моментами ландау уже ученый фальсификатор осыпан импортными грантами капица уже ученый фальсификатор осыпан импортными грантами активная гражданская в кавычках позиция кидаться на власть жаре салфюров лжеученый фальсификатор на которого навешали заслуги ему не принадлежащие осыпан импортными грантами лжеученый популяризатор релятивизма дальше математик калмагоров лжеученый фальсификатор виктор васильев вредитель лжеученый от математики фальсификатор политические натравлены на страну там куча всевозможных писем они подписывали по противодействию каким-то явлением вот сидели математики да снаряд и в голову попал они понеслись подписывать какие-то письма вот почему у нас группа конюхов не пошла подписывать письма какие-то против какого-то процесса в стране чего они не пошли не работают себе там да за лошадками ухаживают а тут математики помчались конюхи у нас не получают импортных грантов они не не напичканы вот этим импортным давлением свои головы вот сейчас появился этот Андрей Заякин ну давайте посмотрим что это за ученые не ученые просто попробуем найти темы его диссеров диссертации научных трудов глянем что это за фрукт в голос может что-то про него тут щебечет вопросом видеоматериалов столько физика политика Андрей Заякин сейчас мы посмотрим что это такое Андрей Заякин родился 23 февраля 81 года якутск ученый физик общественный деятель один из основателей вольного сетевого сообщества диссернет организована на добровольных началах состав который входит профессионально ученые кандидат в депутаты госдумы от партии яблоко ну либерасты либераст от либерастов в либерасты избирался их тих 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 ну работал как положено во всяких мюнхенах под руководством доктора физмат наук широкого горского алекханов так центр изучения фундаментальных свойств материи теоретическая и математическая физика вот математическая физика просто само по себе слово сочетание математическая физика это фуфло когда вы отказались от физики реальной природы и пытаетесь физические свойства наковырять в математике то вы шарлатан безграмотное чудо балбес вот целое направление балбесами было создано для того чтобы фальсифицировать научные данные смысл в чем в природе у вас нет оснований для какого-то вывода на вас нет фактов для какой-то фантазии вашей лютой где вы делаете следующий ход берете просто создаете математическую модель не связано с природой там в природе вас 3 мерности пространства в математическую модель создали 12 мерности пространства из этих 12 мерности пространства достали какое-то свойство вот если бы пространством были 12 мерности то тогда была возможность существования черных дыр пережевывающих горох все все по плану и вы это потом вытряхаете физику вот пожалуйста физики работайте пространство может жевать горох но круто вот это вот чушь математическую физику они создали для фальсификации так область научных интересов теория струн юрия тревогу систем квантовая хромодинамика калибровочная теория квантовых полей описывающие сильные взаимодействия металлочастиц редусы электрославной теории грубо говоря теории которые идут на подмену но научным фактом он грубо говоря у вас есть одно фундаментальное взаимодействие во вселенной да которая создает вам обеспечивает все силы послойно которые есть на доядерном уровне это гравитационное взаимодействие да вы отказываетесь от этого гравитационного взаимодействия на уровне фундаментального взаимодействия вообще отказывать вот гравитации нет и вселенской есть только частная гравитация между яблоком и землей между луной и землей между землей и солнцем да но вы отказываетесь от базового гравитационного поля полностью вы под частной гравитации рассматриваете в результате этого называете эту гравитацию слабую слабым взаимодействием выкидываете все остальные взаимодействия и на их место возводите кучу других взаимодействий как вам за бога рассудилась так вы их и наделили то есть это уже не научный подход дальше теория струн это конкретная лженаука то есть заякин это человек занимающийся теорией струн человек который занимается теорией струн это жулик просто теория струн это не векторная передача физического воздействия это фальсификация это полностью раздел не являющийся наукой но такая бы бретаноидный мейнстрим они там носятся с этой теорией и это вот у нас вот жулик конкретно то есть мы непосредственно если надо будет развернутая материала что товарищ андрей викторович заякин является жулика мы берем и это делаем любой момент те ребята которые смотрят наши материалы они уже знают просто что вот это направление исследований теория струн это жульничество и по каким причинам то есть это жулик очередной жулик кидается на власть что-то там и исполняет неведомую дичь грубо говоря официально уведомляем все заинтересованные стороны что вот по таким товарищем как заякин мы готовы проработать и информацию о лженаучности и их деятельности наносящие вред особый вред государству по вероисповеданию является православным взять религиовед религиоведа только усугубляет это еще и православный к тому же который кидается на страну плохую значит православная с какого-то года там с 11 стал сотрудничать с алексеем навальным либераст сотрудничающий с либерастом то есть вовлечен в деятельность внешних фондов ну вот уже ученый занимающийся лженаукой вовлечен в деятельность внешних фондов работающих на разрушение нашей страны ребята вот эта тенденция какого мы физика не возьмем вот из этого вот области лженаучной они все либерастно заражен заражены зараженцы вредители в нашей страны подготавливаемые за счет средств внешних фондов и за счет средств средств нашего государства разрушители нашей страны у меня предложение о сотрудничестве у нас есть много ребят которые вполне себе могут щелкать как орехи их диссертации макать их носом если начал антигосударственную деятельность вести такой заякин его надо просто опускать по науке показывать фальсифицируемость с фальсифицированность его деятельности показывать что он лжеученый и распушать сверху донизу зачем нам эти вредители сдались чем мы ими занимаемся зачем наше государство их кормит с вами был виктор катючек канал научный трибунал иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если услов нет значения значит утрачен всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мысль что-нибудь одно это первый закон логики но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был виктор катючек телеканал научный трибунал а а а а и и и и и Субтитры подогнал «Симон»